Командиры! Встречайте обновление 1.18.1! Вас ждут! Шестое чувство всегда и для всех! Улучшение личных резервов! Продолжение доработки игровых карт! Очень милые ведьмы и котики! Новый захватывающий режим! Натиск! Это совершенно новый режим для техники 10 уровня в формате 7 на 7 с новыми механиками и системой рейтинга. В натиске вам предстоит применять особые навыки, которые подчёркивают и усиливают роль каждого танка. Ускорение перезарядки у штурмовых средних танков. Артобстрел у снайперских СТ. И даже восстановление очков прочности у сверхтяжей. Каждый навык можно получить и улучшить только в бою. Вы сможете занимать ключевые позиции, чтобы запрашивать разведку всей карты или мощную поддержку артиллерии. У вас будет возможность сражаться в одиночку, на пару с другом или в составе супервзвода на 7 человек. Да, взводы на всю команду впервые в игре. Играете вы в одиночку или во взводе, в любом случае вам всегда будет доступна голосовая связь со всей командой. Не забудьте включить связь в настройках. Присоединяйтесь к натиску, прорывайтесь к вершине, играйте с равными вам и получайте награды. В их числе первый в игре прогрессионный 2D стиль «Крыло и коготь». Его цвет ясно даёт понять, кто есть кто на поле боя. Более подробные о натиске и всех его особенностях можно узнать из отдельного видео или статьи на портале игры. Теперь о долгожданном. Да будет свет! Навык «Шестое чувство» превращается в особенность командира танка. Больше не нужно прокачивать лампочку, ведь она будет освещать вам путь по умолчанию. Всегда и у всех. Членам экипажа, у которых навык уже прокачан, будет полностью возмещён потраченный опыт. Он пойдёт на повышение основной специальности до 100% и изучение последнего недоученного навыка. Остаток перейдёт в опыт члена экипажа и может быть использован для изучения нового навыка. Если лампочка была нулевым перком, то вам просто нужно выбрать на его замену новый навык, который тоже станет нулевым. Сбросить нулевой перк будет нельзя, так что выбирайте с умом. Также улучшился интерфейс навыков. Нулевые перки теперь отделены от остальных. Инструкция «Повышенное внимание», которая предоставляла и улучшала «Шестое чувство», и уходит из продажи. Уже имеющиеся у вас инструкции остаются. Не менее приятной новостью для каждого танкиста будет переработка всей системы личных резервов. Интерфейс стал намного удобнее. Каждый тип резервов имеет свой таймер, а сами резервы открываются и активируются за пару кликов. Их можно будет включить даже в бою. В таком случае они подействуют и на данный бой. Старые четыре категории резервов превратились в три. Кредиты, боевой опыт и свободный опыт с опытом экипажа вместе. Разная длительность резервов упразднена. Теперь все будут действовать один час. Коэффициенты унифицированы. Теперь у каждого типа есть только два значения. Что крайне важно для нас, игроки от этого ничего не потеряют. Конвертация старых резервов в новые будет проводиться в пользу игрока. Узнать об этом подробнее можно из статьи на портале игры и отдельного видео на этом канале. Ради улучшения вашего игрового опыта продолжается активная доработка игровых карт. На Малиновке холм в квадрате Е7 станет не таким крутым. На него будет проще забраться без обнаружения. На северной базе рельеф стал более ровным, а деревушка перенесена с вероятной линией огня. Также обе стороны теперь будут иметь всего по одному кусту в кругу захвата. На песчаной реке добавились новые скалы в квадрате А6. Они позволят более безопасно подниматься на холм. В К0 добавлена новая точка пересечения каньона. Через неё можно легко добраться до противника, засевшего в скалах. Сильно изменилась долина в центре. Теперь у неё другой ландшафт. Появились новые позиции для работы на разных дистанциях и новые пути отступления. Долина будет гораздо меньше простреливаться с флангов и позиций ПТ-САУ. Далее — Рыбацкая бухта. Подход к городу с северной стороны стал безопаснее. Для тяжёлых танков уменьшится риск получить много урона в начале боя. Ключевые позиции теперь больше располагают совершать фланговые обходы. Здание ВФ-9 теперь аналогичное другой стороне. Это уравновесит шансы на победу, лишив южную сторону слишком пышной растительности. В центре карты с обеих сторон размещены новые укрытия. Рядом с центром появилась складка местности, чтобы южная команда могла перемещаться здесь так же безопасно, как северная. Также огневая позиция в С-9 лишилась части укрытий и стала менее выгодной. Продолжает улучшаться Химмельсдорф. На нём у южной команды всегда было два пути на гору, а у северной — только один. Теперь у верхней стороны тоже будет более безопасный путь к отступлению. Все изменения основаны на пожеланиях игроков и ряде тестов. Надеемся, они вам понравятся. Это было всё в обновлении 1.18.1. Или всё только начинается. Субтитры создавал DimaTorzok